Я понимаю, что не могу об этом молчать. У меня краткое свидетельство очень. Кто знает, что мы ездили на Траздец в Турцию, и в этот раз я ехала уже не в качестве участника, которому все служат, а наоборот в качестве вот того самого служителя. Я понимала, что будет мало часов сна, а я человек, который очень любит поспать, и всегда очень много сплю, поэтому вот за этот вопрос очень переживала, потому что все время нужно быть в движении, что-то делать. Если мало я посплю, типа, то у меня не будет ни сил, ничего. Но хочется сказать благодарность Богу, что я не знаю, откуда вообще эта просто сила давалась, потому что даже в последнюю ночь, когда мы спали там 3,5 часа где-то, мы проснулись и делали там действие, как бы все такие сонные стоят, а я не могу стоять спокойно, меня во все стороны, меня смотрит, Алла, откуда в тебе? Я говорю, я не знаю, это не я. Вот, и просто я реально понимаю, что настолько мало сна для меня вообще-то, ну, просто я, чтобы вы понимали, по 11 часов могу, ну, каждый день сплю обычно, вот, а там, ну, ну, сколько мы там, по 6 часов, может, спали каких, вот последнюю ночь вообще там 3, но у меня на целый день, вот с 6 утра, чтобы вы понимали, до 12 ночи, я просто, я не могла, меня прям, я танцевала, я прыгала, ну, просто, и радость такая невероятная была, и я понимаю, что я получила еще большее благословение, когда поехала служить, чем когда была участником. Когда участником, понятно, ты, ну, ты отдыхаешь, можно сказать, тебе все служат, ты просто ходишь, куда тебе сказали, а тут ты должен везде бегать, все успевать и делать, и просто, ну, я верю, что будет еще возможность еще раз поехать, еще раз получить такое благословение, и это просто, ну, очень классно, поэтому, кто еще не был, желаю поехать, и в качестве участника, и потом помощника, потому что Бог благословляет и дает силы просто, которых вообще никогда не было вообще. Слава Богу. Да, подтверждаю.